Всем привет, меня зовут Оля, я представляю компанию Maximizer. Хочу сказать перед этим, что я работаю в тестировании около года. И сейчас в этом датаке я хотела бы поделиться с вами о том, какой полезный опыт я вынесла за этот год, и как это можно применить, в частности, в тестировании сайта на мобильных устройствах. Итак, начнем. Я немного остановлюсь и расскажу о нашей компании, о наших проектах, чтобы понимать, какие инструменты, в принципе, применимы, какие инструменты мы почему-то по каким-то причинам не применяем, расскажу, чем живет и дышит наша компания. Она была основана в шестом году, занимается обоимым вариантом тестирования. Сегодня несколько раз, кто, может быть, участвовал, слышали, что это такое. То есть это когда мы сервим альтернативный контент пользователю для того, чтобы увеличить продажи или конверсию. Среди наших клиентов мировые бренды, такие как EasyJet, Avis, ну и прочие, вы можете увидеть на слайде. Немного о продуктах. У нас есть собственный продукт, это программное обеспечение, которое позволяет показывать пользователю альтернативный контент и собирать статистику для того, чтобы определить, какая же комбинация выборочная. Также разделять с помощью этого программного обеспечения трафик пользователей. То есть это, например, 50% уходит на альтернативный контент, 50% на бутылку. Специфика проектов. Это в большей части это ручное кросс-браузерное тестирование. На автоматизацию уходит порядка 50%, не более. На ПК и мобильных устройствах. В среднем на тестирование нашего теста уходит 2-3 дня. То есть это, ну, можно сказать, что в таких условиях не всегда приемлемо описать автотесты, потому что тесты меняются, специфика меняются, и не совсем удобно это для написания автотестов и для поддержки. Также длительность проекта может меняться в зависимости от сложности теста и набора девайсов, операционных систем и браузеров. Что делает наш рядовой квалити-контроллер? Первое это то, что тест-дизайн. То есть у нас есть какой-то определенный набор браузеров, и все мы понимаем, что в одних браузерах может все четко и хорошо рендериться, в других браузерах какие-то свойства или методы те же самые могут не поддерживаться вообще. Как говорилось на прошлом докладе, например, яркий пример этому интернет-эксплой, особенно ниже девятой версии. Далее это функциональное тестирование, то есть задача тестировщика проверить, чтобы все работало так, как написано в спецификации, и при этом не ломало доход. И последнее, что является очень важным, это то, что мы должны проверить, что статистика собирается правильно, потому что на основании этой статистики будет потом определяться выигрышная комбинация. Статистика собирается по разным действиям пользователя. Это может быть какая-то подписка, сайнап, это может быть покупка или клик по определенной области. То есть тут главное, чтобы была фантазия, все, что хочет клиент, мы можем реализовать. Обычно стандартный набор браузеров и девайса выглядит так. То есть это версии эксплойера, начиная от 8-го и заканчивая 11-й, ну, пока вышла только последняя 11-я версия. Это Chrome на Windows и на Mac, Firefox, Safari и мобильные девайсы Android, DreamOS и iOS. Хочу сказать, что это как бы своего рода расширенный список, то есть обычно клиент просит, определяет наиболее репрезентативный список этих браузеров, и далее мы подключаем эти браузеры в нашу компанию. То есть проводить, тестировать компанию во всем этом списке, как правило, не имеет смысла, и это более затратно по времени. Хочу сказать, что сейчас у нас очень большой процент уходит на мобильные девайсы. Иногда компании полностью подключены только под мобильные девайсы, телефоны, планшеты, в частности это Android, iOS, DreamOS, менее популярен. Идем далее. Какие бывают сложности тестирования на мобильных девайсах? Обычно это проблема доставки Яроскрипта на мобильное устройство из-за отсутствия консоли, которую мы привыкли видеть, например, в обычном длистокном браузере, по F12. Также нет возможности просмотреть исходный код страницы, как-то взаимодействовать с дом-элементами и прочее. И это большое-большое количество разрешений экрана. Вообще, как можно выполнить JavaScript на мобильных устройствах и зачем, в принципе, это нужно для тестирования? Начну с первого. Возможные варианты выполнения JavaScript, которые... Ну, то есть, хочу сказать, что всяких приемов очень много. Ну, самые простые, которые я открыла, я указала здесь. Это... Первое, это из созданной закладки браузера. Мы просто копируем наш JavaScript код, и каждый раз при заходе на определенный сайт мы запускаем эту закладку. Но есть один нюанс, что вот в последней версии Android они запускают эту закладку не в текущей, не на текущей странице, а в новой вкладке. Поэтому, если этот вариант не подходит, можно использовать другой. Например, через адресную строку. И, возможно, еще какие-то варианты. У нас в компании создали инструмент, который по нажатию на закладку будет открывать своего рода консоль, простой интерфейс, и в этой консоли мы можем писать какой-то тот, который будет выполнять какие-то определенные действия, которые нам нужны для тестирования. Сейчас бы понять, а для чего нам, в принципе, нужно выполнять JavaScript к тестированию, как это нам может пригодиться. Вот у нас есть, например, определенный тест, и есть ограничение, что этот тест должен идти для определенной категории пользователей. Это, например, может быть наличие определенной куки. То есть, если эта кука есть в наличии, мы генерируем тест. Поэтому с помощью JavaScript можно сделать вот такую вот штуку. Далее можно найти элемент на странице с помощью селектора, класса, ID, имени и как-то взаимодействовать с ним. То есть, например, менять какое-то CSS-свойство, если вам это нужно. Далее, например, часто мы работаем с веб-формами. Это может быть чекаут, это может быть какая-то регистрационная форма. Поэтому для того, чтобы быстро проходить эти формы, мы используем, тоже пишем JavaScript код и можем присваивать какие-то значения. Ниже я провела пример JavaScript кода, который находит текстовое поле с заданным ID и присваивает ему определенные значения. Если нам нужно выполнить этот код через закладку, мы просто дописываем слово и все, и выполняем через закладку. Как я уже говорила, что наиболее популярным у нас является заполнение именно веб-форму с помощью JavaScript. Сейчас я хочу остановиться на более популярных элементах веб-формы. Их, в принципе, может быть очень много, но самые распространенные это такие. Это обычно однострочное или многострочное текстовое поле, которому мы через JavaScript просто присваиваем значение value. Это может быть поле пароля. Аналогично через value можем менять, присваивать, менять значение. Далее это ниспадающий список. Здесь есть несколько вариантов. Можно по аналогии через value изменять или уже через индекс, начиная с нуля. Далее это радиокнопка. Контролировать состояние радиоглобки можно, например, методом клик, то есть симулировать клик пользователя, или же состояние через чекер true-false. Хочу сказать, что тот же метод клик не всегда поддерживается, поэтому иногда можно применять какие-то альтернативные варианты, например, через чекер true-false. Аналогично чекбокс. И последнее это кнопка. То есть симулировать действие пользователя клик по кнопке можно через метод клик. Сейчас я вам хочу показать небольшой пример с использованием JavaScript, как можно заполнять форму. Вот, взяла обычную стандартную форму. Мы изначально находим элемент на странице в исходном коде, обращаемся к нему по селектору, по любому сеть селектору. Лучше обращаться через одежды, так как это уникальный идентификатор. Ну, пока у вас есть прекрасная возможность переключиться и поговорить с тем, что у нас не будет. Думать о своем. Небольшой видеопример, такой наглядный. Конечно, в принципе, может быть намного больше элементов стандартных, но пока в практике я использую, спалкивалась только с этим. Единственное, что могу сказать, что иногда при заполнении JavaScript, иногда возникают сложности с тем, как попасть в iFrame. То есть, по идее, туда достучаться можно через селектор, но я ни разу не пробовала, но по идее такая вероятность существует. Это пока первая такая сложность, с которой я столкнулась. Первое поле — это селектор. В исходном ходе мы видели, что там может быть множество значений. Мы можем селектор присвоить через значения, а можем через индекс. То есть, первый индекс — это 0, и дальше поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обычно это полезно, сохранять такие JavaScript-коды, потому что, представьте, у нас есть чек-аут, и мы каждый тест проверяем, мы проверяем покупку, например, тестов. И для того, чтобы каждый раз не печатать ручками тестовые данные, какие-то или payment details, мы просто можем это все впихнуть в JavaScript-код и просто запускать через консоль, экономить таким образом время. Могу сказать, что это такой инструмент, то есть это полуавтоматизация. Понятно, что это не запуск автотестов, каких-то тест-кейсов, то есть это просто для ускорения заполнения веб-кон, но, как я говорила, в условиях наших коротких проектов, 2-3 дня, то есть это на самом деле не оправданного времени. Логика тестов совершенно разная, поэтому пилить как бы под каждый тест не имеет, наверное, смысла. Симулируем клик пользователя по методу клик. Иногда по клику на определенный чек-бокс могут выпадать дополнительные элементы веб-форме. Если мы будем менять клик от чек-бокс через чеки TrueFault, то иногда это не срабатывает, то есть дополнительные элементы не появляются. Поэтому здесь я использовала как раз этот метод клик, потому что он сработал, и появились дополнительные элементы веб-форме. Как я уже говорила, этот код, в принципе, на его написание уходит до 20 минут, в принципе. Потом его можно просто сохранить в каком-то файлике, в базе знаний, кому как удобно, или же в определенной закладке. У нас клиенты, их не миллион штук, поэтому можно сохранить в закладке и запускать при каждом проходе этой формы. Я не знаю, конечно, видно вам на большом экране или нет. Скорее всего, не видно, потому что не отсвечивает. Но на десктопе будет более четко видно, поэтому, может, этот пример кому-то будет полезен. Здесь, например, я показала просто несколько полей. Вот готовый код, который мы можем запустить через закладку. Просто дописал JavaScript как идентификатор, что код JavaScript мы можем запускать через закладку. И потом одним кликом по закладке мы можем заполнить его в форму. Ну, или же запускать через консоль, как-то ему удобно. То есть, такой код у меня отнял буквально до 20 минут времени. Ну, все, хватит. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Далее я буду рассказывать об удаленном веб-инспекторе, потому что на самом деле очень удобно работать с инструментами веб-разработки на мобильных девайсах. То есть, как-то иметь доступ к ним. Расскажу это на примере одной программки. Называется она Лейнера. Чем эта штука полезна? Полезна она тем, что на самом деле она является кросс-платформенной, кросс-браузерной. То есть, все мы знаем, что есть какие-то отдельные решения, например, под Android. Мы можем физически соединить девайс и macOS или же, например, под Windows. Но на самом деле это все ограничивается одной аттракционной системой. Не совсем удобно. Далее с помощью Вейнера мы можем синхронизировать одно и более мобильных устройств. То есть, в одно и то же время мы можем смотреть, как сайт отрабатывает на нескольких мобильных девайсах. Кроме того, нам для этого не нужно как-то физически соединять устройства. То есть, работа осуществляется по большому счету через локальный веб-сервер Вейнера, который разворачивается на десктопе. И далее вам уже доступны все инструменты веб-разработчика. Это полноценный веб-инструмент, который вы можете увидеть в Хроме, в Файрфоксе. Здесь доступны все возможности веб-инспектора, то есть, исходный код, консоль, ну и многие штуки, которые могут быть полезны больше разработчикам. Из чего состоит Вейнера? Во-первых, это дебаг-сервер, который позволяет коммуницировать между десктопом и мобильным устройством. То есть, это сервер, который создает коммуникацию между дебаг-клиент и дебаг-таргет. Что это такое? Дебаг-клиент это, по большому счету, веб-страница, которая по своему интерфейсу напоминает веб-инспектор Хрома или Firefox Firebug. Здесь отображены, как я говорила, элементы, консоль, можно посмотреть какие-то запросы, ресурсы, куки и тому подобное. Дебаг-таргет это та веб-страница, которая открыта на мобильном устройстве, на телефоне, на планшете и с которой вы можете работать, запускать тот же яроспектовый код, взаимодействовать с элементами на странице и прочее. Как выглядит интерфейс вейнера? То есть, слева это обычная страница на десктопе, здесь вы видите исходный код, для примера, на телефоне открыта какая-то страница и можем поменять, например, цвет фона, можем написать какой-то там аллерг, можем поменять куклу, запустить тот же яроспектовый код и прочее. То есть, достаточно удобная штука не только для разработчика, но и для тестировщика на самом деле, потому что здесь можно взаимодействовать с элементами с любыми. Единственное, что неудобно, что нет, например, такой возможности, как в Chrome посмотреть исходный код, кликнул на какой-то там, на какую-то картинку и смотришь исходный код. То есть, тут больше взаимодействие в полуслепую, потому что ты наводишь на определенный элемент, он подсвечивается на мобильном девайсе. То есть, вот такая небольшая неудобство. И последнее, это то, что я говорила, что есть большое количество разрешений экрана на мобильных девайсах. Иногда мы используем эмуляторы, но все же стараемся использовать какие-то физические устройства. Эмуляторы по большей степени нужны для того, чтобы тестить не тест-дизайн, а какой-то функционал. То есть, здесь, когда нам какой-то приходит фидбэк, и нам говорят, что вот здесь можно было бы что-то изменить. Мы можем этот функционал воспроизвести на эмуляторах. Если мы говорим о верстке, то это, скорее всего, ненадежные источники, и лучше смотреть на родных девайсах. Здесь я собрала плюсы и минусы, которые я видела. То есть, с одной стороны, как бы, эмуляторы позволяют сократить количество вот этих вот девайсов, которые могут быть дорогие для компании, не все могут как бы себе позволить. С другой стороны, есть большое количество платных и бесплатных сервисов. Я в своей практике как-то использовала South Labs, то есть, там был определенный трайл, но он был настолько неудобен, я сейчас с плана как раз перехожу к минусам, в том, что во-первых, страница рендерилась медленно и сама скорость загрузки сайта, то есть, там было тяжело определить, то ли это проблема с нашей стороны, то ли это проблема эмулятора. То есть, эмуляторы, они, как правило, не имеют полный доступ к опуляционной системе и к тем функциям, которые она может обеспечить, поэтому это как бы боб. И, кроме того, нет возможности протестировать скорость производительность сайта, так как, как правило, эмуляторы используют железо пока, хотя, вроде как, платные сервисы не позволяют вот нативной среде тестировать сайты в приложении. Вот. Я для тестирования функционала я применяю эмуляторы только для тестирования функционала, то есть, тест-дизайн мы полностью покрываем нативными устройствами физическими. В качестве поддержки использую эмуляцию в Google Chrome, то есть, самый распространенный инструмент, который доступен любому тестировщику бесплатно, то есть, open source. Здесь можно устанавливать, ну, то есть, эмулировать работу различных устройств, различных операционных систем, менять разрешение экрана, как-то менять юзер-агент, диалогацию и прочее. удобная штука. Я снимала, в принципе, небольшое видео, но, так как из-за проблем с показом тута нового коробка, то есть, основная идея в том, что это можно использовать как вспомогательное средство, но не как основной инструмент тестирования, то есть, все-таки лучше доверять нативным инструментам. вот, и как я уже говорила, то есть, у нас существует, например, какая-то проблема тестирования, и мы можем решить ее, ну, несколькими способами. То есть, то, что я сегодня рассказывала, это как один из вариантов, как можно решить ту или иную проблему. Есть, например, по поводу удаленного веб-инспектора, есть какие-то вспомогательные кулзы, которые открывают на мобильных устройствах только JS-консоль. То есть, это неполноценный веб-инспектор, но он служит для выполнения каких-то ваших там определенных целей. Вот, ну, и как я уже говорила, для проверки на мобильных девайсах вам могут как бы послужить JavaScript, та же программа Кавейнре и инструменты эмуляции. На этом все. Ваши вопросы. Аплодисменты.